У нас появился еще один квест к праздникам, да, как всегда. На этот раз к празднику День Защитников Отечества с 22 по 26 февраля. У Майорова есть квест, но не для всех. Этот квест, насколько я понял, для тех, кто выполнил задания военных, да, у Майорова. То есть, сходил к Кольщику, там, наверное, сделал эти все квесты. Наверное, только после этого у вас появляется возможность взять этот квест, насколько я понял. Я только не знаю, какая награда, я не очень внимательно смотрел награду квеста, но, может быть, там даже и неизвестно эта награда. Так что будем смотреть по самому заданию, когда мы его возьмем. Сейчас просто сразу сделаем это. Возьмем, я имею в виду, заданица. Я думаю, что если вы не выполните до 26 числа, то, наверное... Что-то я как-то спрыгнуть не могу. Будет висеть этот квест, думается мне, до тех пор, пока вы его не выполните. Это вот так же, как с биатлоном было. Пока не выполнено, да, может быть, биатлонный сейчас, наверное, можно взять. Хотя, я не знаю. Я не пробовал. Можно было, наверное. Кстати, эти биатлонные значки мы в скором будущем с вами попробуем. Посмотрим, что там за питомец-сталкер у нас есть. Я на самом деле не знаю. Но увидим. Посмотрим. Попробуем. Я буду бегать с ним все-таки в Любичи. Я не пойду ни в какие там запретные территории, чтобы здесь непосредственно наблюдать за этим всем. То есть, посмотреть, как он будет реагировать на брутаров, как он будет реагировать на этих кабанов. Сильного он с ними будет, нет? Сражаться вообще. Интересно. Насколько он мощный? Вообще-то он должен быть мощным, потому что значки-то такие премиальные, очень серьезные. Серьезнее, чем простые значки, которые вы получаете за выполнение заданий охотников. Вот. Ну, посмотрим, увидим. Майоров, майоров, майоров. Не очень много толпится людей сейчас возле майорова. Так. С днем защитника. Приятно. Как праздники? Некогда отдыхать. Был утерян груз стратегического запаса носков. И пены. Как же так? Виновные уже свое получили. Чистят картошку для всего состава. Но теперь есть задача. Вернуть подарки из цепки лап леших, домовых и бляков. Разведка докладывает, что именно эти мутанты достались наши запасы, когда ответственные, безопасно, безответственно бросили ящик в поле и пустились на утек. Как они это сами называют в тактическом отступлении? Так точно. Ладно, взяли задание. День защитника отечества. Что за задание такое? Носки и пена по одному нужно... Нет, побольше. Утерян носки. Нужно 16 штук найти. Я получу носки и пена в подарок. Да. Нормально. Нормально. Ну, как бы я надеялся, что что-то будет посерьезнее. Даже опыта не дадут. Офигеть. Всем привет. Реально созрел у нас тут интересный квестик. И этот квестик достаточно эффективный. Да, вот в свое время на день рождения проекта нам давали джекхамеры. Сейчас есть возможность получить армейский рюкзак почти бесплатно. Вот, выполнив только несколько раз этот квест. На самом деле мне армейский рюкзак не нужен. И его достаточно, ну, побольше нужно выполнять. Я думаю, что я возьму жест, жест военного, по-моему, он называется, за выполнение этого квеста. Сейчас просто пройдем туда, возьмем еще раз это задание. И я уже несколько раз выполнил, да, одну пену и четыре носка. Пена дается за убийство двух бляков. Ну, туда достаточно далеко бегать. И вообще в магазинах скупают в основном именно носки, потому что их быстрее как бы добываются. Они, да, раз в час дается этот квест. И вы можете через час взять этот квест. И за 10 таких квестов получить 10 пар носков, которые можно обменять. Обменять у... Так, еще и аккумулятор собрал. Отлично вообще. Все классно. Еще что-то есть. Еще один аккумулятор. Ну, вообще, кислотой сейчас запасусь просто неимоверно. Уже 3. 3 по 6 или по 7 я могу продать. Ну, 20 косарей я уже заработал. То есть, уже на проход туда-сюда, на рынок я, можно сказать, себе заработал. Или 18 хотя бы, по крайней мере. То есть, это не проблема вообще. Ищешь эти аккумуляторы и ничего, никаких проблем вообще не возникает в результате. Вот. Задания я выставил все. Может быть, потихоньку я попробую когда-нибудь их начать. Сегодня мы начнем именно, докончим. Вот этот квест я думаю, что я возьму... Он там стоит. 5 пар носков и возьму жесты. Там что-то еще, по-моему, было, кроме армейского рюкзака. Сейчас посмотрим точно, что же он дает за это все. Или пены, да, можно так же. Либо пены, либо носки. Все зависит от того, что вы выберете. И то или другое. Ну, за бляками ходить далеко, да. Они там не спавнятся. Хотя, если вы пойдете в пещеру, вы можете настрелять их много. Но, опять же, нужно же квест сдавать еще, да. То есть, сдаешь квест, получаешь новый. Сразу настрелять только не удастся, чтобы выполнить этот квест заранее, да. Вот у ученых там эти бляки есть. Один появляется, но он раз в 10 минут примерно где-то появляется. Не так быстро, конечно, приходится ждать. Люди ходят, конечно же, собирают эти самые носки, покупают. Даже в этом, на рынке, видел, скупают люди за тысячу, за две, за три. В общем-то, зависит от этого. Так, давайте посмотрим, майоров. Еще раз этот квест. Так. Насчет обмена. Вот, обмен, да. Можно кепку военного взять. Можно армейский рюкзак. Но на армейский рюкзак меняется на 10 пар носков или 10 комплектов пены, да. Даже, наверное, 10 носков и 10 пены. То есть, и то, и другое надо, да. Так, а если взять, допустим, жест, 5 пар носков или 5 комплектов пены, вот выбирая, да, научу военному приветствию. Вот именно сейчас 5 пар носков я возьму и смогу взять. А третий подарок, который дает нам в день защитника отечества, это кепка. Кепка тоже дается за 5 пар носков или 5 комплектов пены. То есть, здесь все зависит от вас. Вы можете взять. Если действительно у вас нет армейского рюкзака, просто нужно немножко поработать, 10 раз сбегать и... Так, надо, кстати, задание еще раз взять. Вот. А задание берется, как и берется. То есть, оно ничем не... Как праздники, как же так, так точно. И вот теперь... Обычно я все 5 раз я ходил и убивал этих леших. То есть, первый раз я, конечно же, убил этих бляков двух. Ну, взял пена, пускай она лежит. Я надеюсь, она не пропадет, да, на самом деле. Ну, а так, пускай она лежит. Она пускай будет до бесконечности, как подарок, может быть, как память. Она тут и останется у меня. Или до следующего года там, может быть, что-то изменится. То есть, наоборот, повторится, да. Ну, опять носков, 5 пар, носки мне, в принципе, ни к чему, да, тут. Поэтому я думаю, что я сейчас эти 5 пар обменяю. И, ну, можно взять, будет еще 6 раз делать этот квест, чтобы на память себе одну пару носков оставить. А так, кепку можно на кепку заработать, да. Но до 26-го числа. С 22-го по 26-го это задание действует. Я думаю, что есть возможность с этим заданием поработать. А потом, я думаю, что сейчас выполним этот квест. Возьмем себе это приветствие. И, думается, еще для Петровны попробуем найти муженька ее к концу серии. Ну, не знаю, как получится. Сейчас пойдем именно там, где я обычно с этими домовыми расправляюсь. Это, конечно, в здании универмага. Естественно, почему именно в универмаге лучше, да, чем, допустим, в той же деревне. Потому что в универмаге выпадает очень важный лут, такой как специи. Да, сами понимаете, что больше специй нигде не найдешь, только в этом самом универмаге. И поэтому люди, в общем-то, и стараются стремятся домовых убивать именно там. В универмаге. Еще одна собака. Да и там достаточно много их бегает, как бы, этих домовых. Я думаю, что достаточно быстро их можно. Блин, не попал. Вот еще раз задание это выполнил, да. Ежедневно всплывающие собаки-мутанты. И народу тут, к сожалению, тоже достаточно много. Тоже ходит в течение дня. Так. Со мной собака побежала. И не одна. Ну, сейчас, похоже, нету сейчас народу. Хотя, когда народу нету, тогда домовых тут гораздо больше. Сейчас не очень много. По одному. По одному. Ну и можно собирать еще, я говорю, специи. Очень хорошая штука. Тем более, мне надо для выполнения квеста пять... Да, я не один. Пять специй. Я отсюда не уйду. Пока не убью достаточно холестой домовых. А эти пять специи... Достаются достаточно сложно, потому что, ну, не каждый раз они выпадают здесь. А бегать тут постоянно, тусоваться в одном и том же месте, это просто бесячее. На самом деле, и... Ну, люди занимаются этим. Люди просто... Нравится, наверное, бегать по одной и той же территории и собирать все эти специи здесь. Хотя, может быть, где-то специи еще есть. Еще где-то есть. Но я, в общем-то, в общем-то, по крайней мере, не видел, где могли быть специи попадаться еще. Кроме как здесь. Так, вечереет. Темновато. Темновато. Народу много, много-много-много-много народу здесь ходит. И всегда, ну, понятно, пены, носки... Да что такое? Носки все собирают. Всем нужен армейский рюкзак. Ну, по большей части, да. Конечно, хочется именно армейский рюкзак иметь. Тем более, для выполнения квеста Эхо-7, конечно, это бесов тех же убивать, чтобы получить армейский рюкзак, это гораздо сложнее, чем просто вот тут походить и пострелять домовых. Тоже, или бляков, допустим, тех же. Совсем большая разница. За 4 дня, в принципе, можно 10 раз выполнить этот квест. Ничего страшного, ничего такого серьезно сложного в этом я не вижу. Поэтому, думается, мне можно... Ну, вот так вот побегаем, сейчас тут посмотрим, может быть, действительно появятся какие-нибудь припасы, еще и специи, может, найду. Мне 5 специй, наверное. 5 специй. Я боюсь, что я могу не успеть выполнить квест, вот этот маленький, для убийства этих домовых нацистов. На 300 очков, который дает. Могу не успеть. Йоу! Могу успеть, могу не успеть. Скорее всего, не успею. Ну, вообще-то... Когда народу тут нету много, да, когда тут ты один бегаешь, то, скорее всего, успеешь. Но если тут больше, чем один, и стреляет, убивает таких домовых, допустим, двое людей, то, конечно же, вряд ли ты успеешь. Они не так часто спавнятся. Ну, как не часто? Ну, не так часто, как хотелось бы, чтобы за 5 минут спавнилось там 20 штук, чтобы можно было их расстрелять всех. Ну, не 20, а 10. Чуть пореже, конечно. Приходится бегать вот так и осматривать это все. Да, кстати, банки из-под кофе выпадают и здесь. Это я к прошлому квесту на счет того, чтобы кофе достать, да, банки кофейные есть и здесь. Помимо того, тут очень много чая, да, очень много чая. Я просто не знаю, сколько сотен чая у меня уже накопилось. Но чай-то у меня копится не только здесь, да, его же можно еще менять на... То ли на уши, то ли на... По-моему, на уши. Кабана, то ли на ноги кабана. Не помню точно, но у бандитов пещеря. Там точно можно целую кучу их набрать, если вам вдруг понадобилось огромное количество чая, да. Зачем только это надо, не знаю. Так, ну что, еще? Несколько домовых осталось. Добить надо, добить. Чтобы квест не... О, нашел что-то. О, специи, класс, вообще классно. Третья специя, еще две специи и... Вот видите, вот, задание как раз у меня первое висит. Припасы для военных. У меня осталось специи, котелки и канистры с водой. Канистры с водой, конечно же, покупаются. Так, нет, я не сюда. Я сюда, я сюда, я за домовыми. Я за домовыми. По большей части, мне еще одного осталось убить. Черт, держи... Во, что-то нашел. Чай. Целая куча чая. Видите, я же говорю, тут чая очень много. Все, убил десятого. А мне еще... Сколько-то надо убить. А, носки получил. Все, отлично. Здесь больше можно не задерживаться. Сейчас. Выполнили квест. В общем-то, больше делать нечем. Видите, сколько чая можно тут найти. Давайте еще пробежимся, посмотрим. Так, по мелочам. И дадим другому человеку тоже немножко тут побегать. Не все же нам бегать, да? А то, действительно, когда человек бегает тут очень долго, напрягает это остальных участников. Потому что, ну, всем же надо. У всех же есть свои задания, у всех есть свои квесты. Нужно как-то немножко иметь совесть, что ли. Не борзеть до такой степени. Место одно. И надо всем. Так, кстати, такой же магазин, как и в этом. Как и на рынке. Абсолютно такой же. Универмаг. Так, ну давайте еще раз здесь пройдемся. Здесь часто спавнится. О, что-то еще есть. Никто не собрал. Так, солидол. Это мелочь вся. Она копится тоже. Но, видите, она бывает, что нужна неожиданно. Так, вроде бы не нужна, не нужна. Потом раз, вот эти вот банки под кофе. Вот, блин, копил, копил, зачем? То есть, если бы я их продал, они же кто-то покупают. То есть, если видите на рынке, что скупают те или иные вещи, то предположительно знайте, что по всей вероятности эта штука будет кому-то нужна. И вам, может быть, пригодится тоже. Потому что, может быть, вы сможете что-нибудь крафтить благодаря этому или выполнять какой-то большой квест для сбора каких-то там ингредиентов. Специю надо будет отнести опять на рынок. У меня на рынке все специи сложены. Две. Третью специю. Три. Еще две надо будет. Воду я куплю. И котелков тоже пойдем вместе со схованкой. На дорогу Любичи я пойду схожу. Я еще не ходил. У меня нету с собой прибора. Покупать как бы неохота, потому что деньги тратить лишние. У меня сейчас 3 800 лимонов. Да. Если бы не нужна была специя, их можно было бы продать штук за 100 каждую. И, блин, можно было бы нормально сразу заработать. Ну, за 100-то, может, и не продашь. За 100, наверное, все-таки продают только те, кто сидит. Да, сидячки. Так, ну что. Пойдем обменяем этот жест. И попробуем сегодня. Изучим жест военного. Думается, мне. В принципе, просто, чтобы разнообразие было в игре. Чтобы были разные. Так, ну что. Я готов обменять подарки на жест воинского приветствия. Пять носков по рукам. Отлично. Теперь у меня есть новый жест. Воинское приветствие. Давайте посмотрим, как оно выполняется. Так. Цифра 0. Да. Под гимн. Под гимн его. Да. Под гимн. Пускай лежат в рюкзаке, они не мешают. Хотя и занимают вроде бы место, но не так много места и надо для всего прочего. Так. Ну, пора идти к Динаиде. Двенадцать у меня уже коробок. К Динаиде. Динаиде. Ее здесь не зовут не Динаида. Ее здесь зовут просто Петровна. К Петровне. К Петровне. Идем к Петровне. А, нет. Идем не к Петровне. Идем к... Бомжам каким-то на вокзале, что ли. Ну-ка, давайте вспомним это задание. Падал просто новогодний снег такое. Так. Новогодний снег. Бездомных у вокзала любите. Вот где. Пойдем на вокзал сейчас. Сходим. Выполним этот квестик. Вот. Успевайте. Кстати, в магазине... Сейчас я покажу вам. Появилась... Не забывайте, кто играет, кто знает, что бывает такие... Скидка в том плане, что на празднике, на 23 февраля, нам дали еще один промокод, который нам дает возможность носить какую-то там одежду, спецодежду. Я ее обязательно попробую. Я ее обязательно использую. На 7 дней она дается, но она, по-моему, до 28 марта нужно ее использовать. Иначе это все у вас пропадет. Так что лучше всего именно до 28 марта это все попробовать, все использовать. Я одну из следующих серий именно с этим обмундированием попробую. Просто хочется. Там, по-моему, маска есть. И есть этот... Шапка. Там много, да? Да? По-моему, даже перчатки там есть. Посмотрим, увидим. Сейчас я дойду до... Где можно будет прикурнуть. И там... Вот тут можно даже постоять. Я вам покажу, продемонстрирую это дело. Так. Смотрим. Так. Центр сообщества. Надо магазин зайти сначала. Секунда. Страница в магазине. Так. Вот, кстати. Это... Прямо тут можно прочитать эту новость. И вот в этой новости как раз и предоставлен промокод, который вы... Вот, подробнее. Вы можете ввести. Промокод, который вы вводите. Вот он. Защитник. 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 Да? Вот этот промокод. Благодаря этому промокоду вы можете пройти на... Подождите. Опять магазин придется вернуться. На сайт. Так. Где он сайт? Вот. Посетить сайт. Так. Войти в свой аккаунт. Ну, я через магазин, получается. А, все, он получился, да? ПВЕ. Сервер. А, ну, там выбирайте сам на ПВЕ. На ПВП. Где-то вы сделаете свои подарки. Вот. Что дает... Что дает... Дает вот эти вот берцы, перчатки. Берцы на 7 дней. Безопасность сезона. Я не знаю, что они дают, как бы, какая у них сила. Перчатки, дается капюшон, дается маска, штаны, куртка и даже бронежилет. То есть, вся полная экипировка. У вас есть и она до 25 марта. Вам нужно это все использовать. И тогда, в общем-то, вы... Ну, я обязательно попробую в одной из следующих серий это все. Потому что до 25 марта я использую. И, может быть, когда это все исчезнет, может быть, нам дают... Дадут в конце значок зоны. Мне, на самом деле, нужны серебряные значки хотя бы для того, чтобы обменять их на осколок монолита. Да, ну, в принципе, он мне не нужен, этот осколок монолита. По той причине, что, в общем-то, я профессию менять не собираюсь. Незачем мне это все. Тем более, вроде бы, сейчас распределение у меня идет более-менее нормальным, правильным. Насколько я знаю, по-моему, для выполнения квеста... Ну, по крайней мере, раньше было, сейчас не знаю, сейчас может быть тоже, а может быть и нет. Для похода на пустошь нужно было починить там Азамату, по-моему, пистолет. А чтобы починить пистолет, нужно иметь ремонт оружия четвертого уровня. Вот, чтобы прокачать для четвертого уровня, достаточно сложно. 17 тысяч опыта, видите. Тут сейчас 10, 15 и 20. То есть, еще 35 очков нужно. Ну, порядка миллиона потребуется для того, чтобы прокачать вот эти все четыре перка. Там будет ремонт четвертого уровня оружия для этого, чтобы он потом в конце пустил вас на пустошь. Насколько я знаю, раньше такое было. Не знаю, сейчас есть такое, нет? В квесте в этом. Тем не менее, я все равно хочу прокачать пистолет, потому что я использую в основном дробовики и пистолет. То есть, дробовик и пистолет. И, в общем-то, пока хаммер мой меня нисколько не подводит. Есть, конечно, лучше немножко до пятого уровня дробовичок, но он мне не к чему. В принципе, я с этим справляюсь. Я его научился даже ремонтировать. Вещи, что это оружие четвертого уровня. Так что проблем тоже в этом никаких не возникает. Так. Насчет того, что нужно сейчас сделать. Пойдем искать, спрашивать бобжей. А у этих бобжей не надо? Нет, на вокзале она сказала. Она сказала на вокзале. Видите, новогодний все еще существует, Любич. Будем надеяться, что он рано или поздно все-таки у нас кончится. Вокзал, вокзал. Не так часто сейчас ходим туда. Но, тем не менее, появляемся периодически в этих местах для выполнения квестов. И я даже не знаю, стоит ли пробовать или нет. Вот почему у меня тогда получилось так. Долго что-то заходит. Что вот прямо вот здесь вот, возле вокзала-то, вход на рынок. Есть, да. Что я отсюда-то туда прошел на рынок. А с рынка сюда я уже пройти не мог. Потому что с меня требовали кучу бензина. 11 бензина. Может это был какой-то баг. Может это действительно так и есть. И отсюда уже обратно. То есть оттуда-сюда обратно уже не вернешься. А только через... Бесплатно можешь добраться только через этот... Как его, блин? Через радиовышку. Блин, как темно стало, а. Просто жутко. Ух. Жутко темно. Так. Копим, копим, копим. Ну ладно, выйдем. А, надо основу Таши еще продать. Она здесь дороже стоит. Ну на рынке, конечно, тоже так же дорого можно продать. Но можно продать и здесь. На этому скупщику. В ДК. В ДК, в ДК, в ДК. Это я помню прекрасно. Так, давайте от первого лица. Все-таки я давно не играл от первого лица. И тут более-менее безопасно так ходить. В общем-то не страшно. Да, щенки убивают людей. Бывает. Особенно новичков. Слабеньких. Слабеньких новичков. Ну, полежит немножко. Подумает. Потом встанет и пойдет. Не страшно. Так, ну, бомжи, мне кажется, на самом вокзале, да? Не те, которые находятся за детским садом. Блин, да как темно-то, а? Так мрачно, мрачно. Так. Задание у меня висит, да? Как бы, ну, по карте не видно, чтобы зеленым цветом отмечали эти бомжи. Или там дело в том, что, наверное, просто надо искать того самого бомжа, с которым нужно общаться. Артур. Давно он тут стоит. Жаль, он никаких квестов не дает. Ну, может, когда-нибудь придумают все-таки. Он просто о зоне рассказывает немножко. Так, ты у нас... Наверное, не бомж, да? Все, ты не бомж, я тебя понял. Дух. Бестелесный. А бомжи-то у нас вот тут вот стоят. Так, там Прохор Путейщик. Там бывший сталкер. Так, бомж. Вот Петя. Так, 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 так. Не видел мужа Петровны? Может, хотя нет, не видел. А кто такая Петровна? Да, неважно. Так, это не он. Блин, как-то темно вообще, нифига не видно. Так, ты... Не видел мужа Петровны? Нет. А кто это? Все понятно. Вы никто не знаете ничего. Так, ты не видел мужа Петровны? Впервые слышу о ней. О нем. Ну, ты Петровну сам узнаешь, видимо, да? Ну, а ты, конечно, Вася, что-то знаешь. Не видел мужа Петровны? Нет. Нет? Че, никто ничего не видел? Так, Петровна уже год так. Опроси безумных вокзал любит, что я сделаю-то. Вот сейчас их стало друзей. Блин, а где у кого спрашивать тогда? Я же всех вроде опросил уже. Странно, странно, странно. Вроде всех опросил. Никто не хочет говорить. А! Ну, было дело. Выпивали вместе. Вот только давно. Где-то с год назад. Я уж ничего с тех славных пор не помню. Но здесь ли, в ДК ли... Уже не помню. Помню, там подавали Менделеевку. Что? Напиток такой! Ммм. В ДК. Значит, в ДК, да? Так. Так. Одно. Баров. Но он не смог вспомнить. Было это на вокзале в ДК. Так. Ну, пойдем к бармену. Подойдем сначала к здешнему. Поспросим. Поспрашиваем у него. Падал прошлогодний снег. Надо присмотреть. Мультик. Прикольный мультик. Просто мужичка, который ходил за елкой. Если вы помните. Чудеса там с ним всякие происходили. Новогодние. Так. Ну, давай поспрашиваем у... У Клюща. Не видел мужа, Петровна? Спроси, что проще. Всех не запомнишь. А Менделеевку подаете? Нет! Ее же запретили вроде. Отравлений много. Угу. Так. Ну и что значит? Эээ... Так. В одном из баров... Он не смог вспомнить. На вокзале... Значит, на вокзале нет. Значит... Ну, этому-то пофиг. Я думаю. Бармену, который в ДК находится. Что там? Почему? Ладно. Пойдем сходим в ДК. Узнаем там. Блин, как же темно на улице. Ее-мое. 12 ночи. В полночь. Прогулочка ночная. В полночь. Да. Это спонтанно так получилось. Видите, этот квест. Даже не знал, что Петровна тут где-то есть. Но раз одно, то и другое неожиданно всплывшее здесь задание. Да, вот допустим на 23 февраля придумали нам квест с возможностью получить либо жест, либо кепку, либо рюкзачок. В принципе, можно было, наверное, еще и кепку получить. Ну, блин, так неохота целый час тратить впустую. То есть, выполнил квест. И потом через час только ты можешь его выполнить снова. И так в течение пяти часов. В принципе, можно, конечно, этим заняться. Но, блин, времени иногда не хватает, на самом деле. Если бы оно было. Да, потом, наверное, на эти кепки можно же нашивки, да, наверное, надевать. Не совсем знаю, не совсем уверен. Так. Насчет первого квеста припарился для военных. Последнего, то есть, самого раннего. Канистры с водой я куплю в баре. Специи найдем в универмаге. А вот котелки, котелки. То есть, три сейчас у меня специи. И два котелка. А мне нужно еще будет походить и пособирать. А потом, вот потерянные вещи для мастера ЛВЗ. Там для всех, ну, короче, все вот эти вот потерянные вещи. Это очень долгая история. Чтобы это все отыскать, потребуется очень много времени. Да, вон, смотрите, даже можно сказать, что Селиткевичу нужны бинты. 60 штук. Или аптечки средние. 270. Большие аптечки тоже 270. Или малые аптечки 180. Ну, это очень много припасов. И я думаю, что сначала нужно все-таки накопить побольше денег для того, чтобы сходить, открыть дорогу на пустошь. А уж потом все оставшиеся деньги можно отрыть куда угодно. В принципе, там уже будет не важно, потому что самый драгоценный, самый дорогой такой квест именно и будет связан с пустошью. Ну, а потом, когда туда попадем, на пустошь, наверное, там уже можно прокачиваться гораздо проще. С таблетками опыта, допустим, с теми же, наверное. Ну, в общем-то, если честно, так вот, если заняться чисто прокачиванием, то я думаю, что до 30 уровня не так сложно будет дойти. Я сейчас 22, почти уже, 21 еще, еще немножко осталось, там, 10 тысяч осталось опыта. Вот, до 22. И я с таким опытом хожу уже очень давно, потому что, ну, просто занятие, это мне сейчас не к чему. Прокачка, да, я прокачался достаточно эффективно до 22 уровня, ну, до 20, допустим. А потом просто это дело забросил, и все. Так. Кстати, надо еще с этим поговорить. Я забыл, Санька, бывалым. У нас же там этот квест на Тимоху висит. Да-да-да, кстати, он сейчас нам что-то расскажет про это дело. И нам нужно будет доставить лекарства, скорее всего. Тимоха, да, или... А, нет, Тимоха же, он сидит в этом... На болотах, это не про Тимоху речь идет. Ну, пойдем на Сталкера, короче. Здорово. Тимон, вот. Я нашел убийцу Тимона. Да? Он на этом фото рядом с тобой. Ничего не понимаю. Это же Тимон. Тимон жив? На вокзале ошиблись. Похоже на то. Но это значит, Тимон убил кого-то, избавился от тела и сбежал. Блин, вот это ведь беда. Полковник его амнистировал. Это хорошо. Он на новой земле. Бредит. Да, блин! По поводу награды. Ах, да! Я обещал его вещи. Но знаешь, раз он жив, они могут ему понадобиться. Я дам тебе 15 тысяч взамен. Блин, нет, давай пока нет. У меня место есть. Есть место, да. Тогда... Я возьму вещи. Не знаю, как вы считаете. Я, наверное, возьму вещи. Я не хочу деньги взять. Вещи как-то более важны. Потому что деньги такие маленькие. Как бы не особо большие. Нет, давай вещи. А, патроны. Рюкзак Колобок он дал мне, да? Ага. Экипировка первого уровня. И дал мне гайку премиальную. И плюс еще аптечки. Ну ладно, бог с ним. Колобок. Все это нам пригодится. Так, а что тогда следующий нато будет? Убийцу Тимохи мы что, нашли, что ли, получается? Да. Квест выполнил на 6 тысяч опыта, да, получается? Сейчас я получил в итоге. То есть выполнил этот квест. А вот насчет... Так, так, так. Не навещал друга? Нет. Далеко же его занесло. Я все думаю над твоим рассказом. И беспокоюсь за Тимона. Попытайся поговорить с ним. Узнай, что стряслось. Может ему нужна помощь. Я могу передать деньги или вещи, если нужно. Но парень улетел на Новую Землю. Мне самому такой путь не проделать. Ты, напротив, уже немало проходил по зоне. Справишься? Ну, конечно, справлюсь, да. Лекарства для Тимона, да, это задание называется? Нет? Тайна Тимона. Это еще Тайна Тимона называется. Ну ладно. До лекарства мы еще не добрались. Там дальше будет, видимо, лекарства. Берем попутно еще и новые квесты. Помимо того, что старыми выполняем. Я думаю, что сейчас будут висеть вот эти квесты. Но я все равно постараюсь начать с самого начала. Вот. С самого начала, с самого начала. И дойти до верха. До верха. 20 календжей. Я уже почти собрал. Может быть не 20. Может чуть поменьше. Но все равно где-то близко. Так. Мне нужно в ДК было. Забыл я. Ух, запутался совсем с этими заданиями. В том-то и дело, что поэтому я и стараюсь выполнять задания как-то по одному, последовательно. Потому что начинаешь в этом всем запутываться и теряешься в конце концов. Так. Ладно. Сейчас поспрашиваем у здешнего бармана. По-любому он Менделеевку продает. Не видел мужа, Петровна? Спроси, что проще. Всех не помнишь. А Менделеевку подаете? Нет. Тут нельзя военным. Нигде нельзя. У ЛВЗ. Что близ Рябиночка. Слышал? Этим балуются. Но в Любичи нет. Тут у нас территория законна. Угу. Понятно. Значит придется идти на ЛВЗ, да? Где он тут, просто этот? Так. Мхм-хм-хм-хм. Под ЛВЗ. Ну ладно. Придется бегать туда-сюда, видимо. Насчет этого дела. Блин, он наверное там сидит. Я не знаю. В общем-то хрен его знает. Давайте все-таки прервемся. Сколько можно бегать туда-сюда. Показывать это. Или все-таки продолжим наше путешествие. В принципе можно и продолжить. Как бы непосредственно. Но можно и прерваться немножко, чтобы я уже непосредственно там у ликероводочного завода оказался. Да, наверное вернемся с вами дальше. Непосредственно на ликероводочном заводе. И увидимся там. Мне нужно наружу. Да, постараюсь. Наверное где-то в марте месяце я попробую настроить ОБС. И стримчик попробую запустить на эту игру. Ну это будет наверное только в марте месяце. Скорее всего. Немножко поразбираться. Я давно уже этим делом не занимался. Поэтому в общем-то нужно немножко вспомнить дела. Я не знаю ОБС или там что другое. Использовать. Ну а так. В общем-то я знаете что хочу. Я хочу вернуться в Сталкер онлайн. На СПБ сервер. Именно там и поиграть. В ближайшем будущем наверное. Насколько ближайшем. Не знаю как бы по мере возможности. Думаю что в скорых недалеких будущих я этим делом наверное и займусь. Так. Опять стало темно. Как у негра. Кое-где блин. А так. Что-то. О баночка. Еще и тут банки тоже есть. Видите. Банки по идее можно собрать везде. То есть где только. Могут. Может лежать лут. Там эти банки. Я просто вспоминаю. Где можно собирать эти самые баночки. Но сейчас они мне в принципе уже нафиг не нужны эти банки. Может быть только продавать. В основном. О витаминов тут. В этой столовке. Похоже в основном только витамины. Так. Ладно пошли. Сходим в бар. Пообщаемся с барменом. Или с кем там придется общаться. Не знаю. Скорее сюда. Скорее сюда бармен. Опять он. Пивовар. Здорово. Сталкер. Не видел мужа Петровны. С чего это вдруг? О нем вспомнили. Видели мы этого мужика. Ввалился сюда с топором. Спрашивал где в зоне раздобыть хорошую елку. Потом напился сильно. Шумел. Дебоширил. То обещал закатить пир горой. То норовил столы горькой поставить. Пришлось ему выпроводить. Пока посуду всю не перебил. Ну и кто-то уже не помню кто ляпнул. Поищи свою елку в военных складах. Типа там самая лучшая елка. Это квадрат Г1-3. Ну ладно. Хорошо. Спасибо. Похоже задание обновилось. Г1-3. Так. Квадрат Г1-3. Так. Ого. Г1-3. Это ж. Г1-3. Это вообще невозможно. Как туда-то идти. Ёптить. Там. Г1-3. Это знаете что. Это там. Этих. Бесов. Целой кучи. По-моему как раз в этом квадрате. Г1-3. Если я не ошибаюсь. И. Есть хромой бес. Г1-3. Это очень стрёмное место. И блин. Я боюсь что я туда. Просто добраться. Не смогу. Смогу. Не смогу. Не знаю. Ну. Я по крайней мере попробую. Но. Это жутковато. Конечно. Г1-3. Военные склады. Это. Место просто. Просто страшнейшее. Из всех. Которое можно было найти. Да. Я даже думаю что не стоит даже и пытаться туда пробраться. Там столько бесов что просто жутино браться только легче. Так что увидимся в новых сериях. Ну а сегодня я с вами прощаюсь. До новых встреч. Увидимся. Пока. Опять здесь. Опять возле этого первого пивоварова. Остаемся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok. Продолжение следует.